Музыка Спустя полтора года Хантамансийск вновь принимает окружные соревнования по конкуру и выездке Давайте сейчас пройдем сюда в комнат спортивный комплекс Мустанг и поболеем за наших спортсменов А полтора года не проводились соревнования. Как жили вообще? За счет чего жили? За счет кого жили? Я вам так скажу, большое заблуждение считать конный спорт дорогим. На самом деле он не такой уж и дорогой. Мы как социально ответственное учреждение, у нас этот вид спорт предлагается населению бесплатно. Но это правительство помогает. И естественно, это все государственная собственность, созданная Хантамансийским автономным округом, содержится. Ну и естественно, мы тоже не подводим высокую доверие, которое на нас возложено. Смотрю, он в рационе овес. Овес обязательно. Люцерна. Ну смотрите, овес и сено это основные, так скажем, вещи, которые... Все остальное это уже добавки в зависимости от той климатической зоны и задачи, которые мы готовим данную лошадь. Дорогие друзья, вот здесь вот, как раз вот в этом помещении находится разминочная база. Перед тем, как пойти на соревнования, вот здесь лошади обкатывают своих наездников или наоборот наездники лошадей. Сколько примерно обкатывают лошадей? Ну, все зависит от лошади и от спортсмена. Какой-то вот лошади, например, хватает 15-20 минут, какой-то наоборот надо чуть подольше размяться. И также от спортсмена. И спортсмен уже сам, как бы, в себе уверенный, хорошо уже едет, как бы, ему не надо очень много прогонять программу. Он чуть объехал, подкатил что-то там отдельно из элементов и, в принципе, готов. Также, если, например, всадники чуть немножко более молодые, которые вот только-только начинают выступать, им, естественно, надо чуть подольше размяться, чтобы, ну, отработать каждый элемент, поворот и всего остального. А как зовут ваш лошадь? Лачердзет. Ух ты, агрессивный. А что у него такое? Вот здесь вот орден красный знаменный какой-то. Что там? Ох ты, не нравится ему. Так, не будем мешать. Давайте отойдем. Опасный тип. Ой, ребята, я чуть не это. Что сейчас произошло? Это что такое было? Часто бывает такое? Ну, она, поскольку у нас молодая, первый раз вот выехала, она всегда ищет братьев своих. Вот у нее вот два брата приехали на соревнования. И вот она постоянно их выискивает, и когда они приходят, она уже успокаивается, радуется им. Поэтому нету коррекции. Ну ладно, не на меня, да? Это точно? Нет, 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 нет. Она вот как раз, вот, Ламберн вот вышел, она его увидела, обрадовалась, и она за это довольна. Представитесь, как вас? Я София. Карина. Лера. Такой большой конь, и не боитесь его? Нет. Это наш любимый конь с Кариной. А чем он нравится вам? Чем нравится? Он очень добрый, у него очень хороший алюр. Алюр? Алюр. Это что такое? Это шаг, рысь, голоб. Инхоть тоже ходит. Вы втроем все на одном закате скачали? Нет, мы вдвоем. А ты завтра куда поедешь? Я поеду предварительный приз, а дети на закате. А можете рассказать, вот что сейчас, вот за что ты держишь заката, что такое вот... Это поводья, а в общем это называется уздечка. Это трензель во рту лошади, налобный ремень, затылочный ремень, капсуль. Попона. Попона? Для чего попон нужен? Специально, когда лошадь отзанималась, она же мокрая от пота, потому что устала. И чтобы она не заболела на морозе, одеваем попону. Ну тем более еще, когда у нас в Хантах холода, мы ездим в первом манеже, поэтому нам надо переходить через улицу, только в Попоне. Девочки, а вы в выездке или в конкуре участвуете? В выездке, сейчас в выездке, но группа у нас конкур. То есть мы еще не прыгаем, нам еще рано пока что. Ну хотите? Да. А все хотят? Все хотят, да. А вы на пони не пробовали выездку делать? Да, пробовала. Я когда уезжала в другой город, просто покаталась. У нас были закрытые соревнования на пони тоже. И я проехала какой-то маленький маршрутик, свалилась. Ну как, просто очень маленькая, я высокая, очень тяжело на пони ездить. То есть на закате легче? Да, он высокий. А пони они маленькие, как нам? Мы их выше. Просто поднесется голопом, чем мы усидим. Нет, это большой. А вам не сложно на них залезать? Или вот вы как раз со стульчика залезаете? Нет, мы не залезаем со стульчика. Есть такие приборы, стремена, на которых мы всегда залезаем только с левой стороны. И мы на стремена, в общем, ставим ноги и залезаем. Ты любишь закат, а вы как делите закат вообще? Ну нам сложно его делить, но не знаю. Он сейчас его поцеловал, а он, думаешь, чувствует его прямо? Да. Конечно, он все чувствует. Он не очень любит, когда его гладят. Не любит? Нет. Нет, он убирает голову, начинает туда, наверх поднимать. Ну зимой-то мыться ему нельзя, наверное, закату, да? Нет, мы только замываем ноги. Бывает, что живот замываем, но это очень редко, летом полностью. Но стараясь в уши, нельзя попадать коням. Как и кошки, там, всем собакам. Животные. А кто-нибудь уже пробовал какую-то небольшую прикраду все-таки преодолевать? Пробовала. Небольшая высота, 10 сантиметров, там, 10-20 где-то. Тоже в другом городе, когда ездила. Небольшая такая. Здесь не дают пока, да? Пока здесь нет. Успеха? Спасибо. Ну давайте, в закат. Ну что ж, дорогие друзья, пройдемте дальше. Вот, дорогие друзья, пока сейчас в лошадных соревнованиях. Мы находимся у нее дома. Здесь вот как раз вот такой вот кусок большой соли, который лошади очень любят. Они лежат постоянно ее, получая витамины, всяческие полезные вещества. Ну и, соответственно, у каждой есть вот такой атрибут до того, как придут и покормят уже сеном, кашкой, ну и водички нальют. Красавец какой. Лошади вообще все понимают. Смотришь на нее, а в глазах, как будто она вот все понимает совершенно. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас попытаемся взять интервью. Первое интервью у лошади. Итак, Буцефал, что ты скажешь нам? Вот, красавчик, молодец. Конечно, он ничего серьезного не сказал, но хоть поел немножко. Только вот здесь я смотрю, черный Буцефал, а здесь Буцефал белый. Точно это Буцефал или нет? Сейчас узнаем. Смотрите, значит, лошади, лошади рождаются только темненькими. И в зависимости от масти, от предков и так далее, они в течение всей жизни сидеют. Сидеют. Это седина. Вот сейчас мы вышли из конюшен и идем, направляемся в складское помещение, где хранится сено. А там еще где-то, может быть, крупа какая хранится? Там у нас корма еще, концентрированные корма в мешках лежат. Добавки, мусли, премянука. Сейчас посмотрим. Вон туда, вон туда. На улице 30, очень холодно вообще на самом деле. Как вам тут работает? У нас люди получают спецодежду, ходят на улицу, возят навоз. Нормально работает, с мужем привыкли, на севере живем. А давайте посмотрим, что здесь есть вообще. В основном здесь преимущество сено хранится. Для хранения сена главное, чтобы была крыша, чтобы сюда не задувало ветра, чтобы не было дождей, не капало сверху, чтобы не бегали грызуны. И так это помещение вполне для сена годится. Зимой здесь у нас проветривается, летом проветривается, зимой здесь у нас закрыто все от метелей, весной у нас от дождя все закрыто. В общем, помещение для сена вполне пригодное. А вот там банки стоят с желтым. Это что такое? Это масло кукурузное для лошадей. Это у нас люцерна в мешках, вон там травяная мука в мешках, жмыхи всевозможные, вон там мюсли, вон там плющеное зерно, вон там у нас отруби. Жмыхи, что это такое? Это выжимка от приготовления масла, вот это вот клетчатка, питательные вещества. Жмыхи бывают тыквенные, жмых бывают льняные, жмых бывают еще кунжутные. У нас всяких разных много жмыхов. Это как идет кормовая добавка для лошадей. Ну, к каждой лошади назначает вот этот корм, это врачи, да? Да, это у нас назначают врачи ветеринарные, зоотехника рассчитывает норму, смотрит, как кормят лошадей этими кормами, следит за исполнением вот этих вот всех норм. А что больше всего там любят лошади? Ну, они, конечно, любят больше всего овес. Они любят тройную муку у нас. Жмыхи, это как добавка в основном идет, мы не основная, не основная корма. Вот овес, они любят раздать что-то каше туда, когда кашу раздают, они любят в основном кашу есть у нас лошади. Мы называем это все кашей. А вот сколько сена съедают вообще лошади? Лошадь у нас от 12 до 12 килограмм мелко лошадь съедает, там уже побольше, они до 15 килограмм в день могут съесть лошадь. На самом деле у вас есть тут еще охранники корма, это кошечки, они тут прибиваются, их тут выращивают. Кошечки ловят, мышей, причем выращивают, приносят нам кошечек. Подбрасывают? Да, а что не подбросить, конечно, теплое, места много. Вот приносят люди нехорошие, скажем так, кошечек подбрасывают, котят. Они у нас выручают, мышей ловят, мышей у нас тут нет. Еще собак подкидывают, но это другая история. Вот эти вот домашние животные, очень красивые, такие ласковые, они здесь выполняются как раз-таки не самую последнюю функцию. Они здесь ловят мышек, грызунов, уничтожают их, ну и, конечно же, способствуют тому, чтобы лошадки оставались с кормом. Вот они тут сидят, их много здесь, они ходят везде практически, во всех помещениях. Вот, и их за это кормят, кормят, и здесь приют у них, их подбрасывают сюда, действительно. Кто-то забирает этих кошечек себе домой, но кто-то остается здесь надолго и служит как раз-таки конно-спортивному клубу «Мустанг». Вот мы и нашли их спальню, где они спят, эти коты. Такие недовольные, что мы их разбудили, хозяева этой комнаты, по-любому. А может это любовь, а может это любовь, а может это любовь к конному спорту. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА